Ребята, всем привет! Сегодня я сделала подборку из восьми интересных фактов из жизни великого русского композитора Александра Порфирьевича Бородина. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Отец Александра Порфирьевича Бородина, 62-летний грузинский князь Лука Степанович Гидианов Гиди Ванишвили. Он вступил во внебрачную связь 20-летней Авдотии Константиновной Антоновой дочерью военного. Разница в возрасте и общественное мнение не смогли повлиять на их чувства. Супруга Гиди Ванишвили проживала в Москве, возможности разорвать брак с ней не представлялось. Рожденного 12 ноября 1833 года мальчика князь назвал Александром и записал его сыном своего коммердинера Порфирьевича Бородина. Чуть позже Лука Степанович устроил брак Авдотии с военным врачом, чтобы упрочить ее положение в обществе. В детстве Александру было настрого наказано называть Авдотью тетей при посторонних, ведь мальчика представляли всем как ее племянника. Позже Лука Степанович Гиди Ванишвили оформил своему крепостному вольные документы. Александр Порфирьевич Бородин получил мировую славу композитора и химика. Дмитрий Менделеев неоднократно выражал свое уважение и считал, что Бородин ведущий ученый, который смог повлиять на развитие химии. В свое время он даже считал, что Бородину следовало бы бросить занятия музыкой и полностью посвятить себя отечественной науке. Но Бородин всю жизнь умело совмещал эти направления. В детстве, по воспоминаниям современников, весь дом, в котором мальчик жил со своей матерью, пропах химическими веществами. Это приводило мать в состояние ужаса. Комната подростка была заставлена стеклянными склянками, колбами, а эксперименты грозили пожаром. Бородину не было еще и 16 лет, когда он поступил в медико-хирургическую академию. Музыкой он занимался параллельно, время от времени сочиняя и никому не показывая свои сочинения, считая их любительскими. И объясняя это так. Мне как-то совестно осознаваться в своей композиторской деятельности. Оно и понятно. У других она прямое дело, обязанность, цель жизни. У меня отдых, потеха, блажь, отвлекающие меня от прямого настоящего дела. Профессуры и науки. В 1861 году Бородин впервые открыл и описал реакцию серебряных солей и карбоновых кислот с галогенами, которая с тех самых пор в России и носит его имя. А вот в иностранной литературе эта реакция известна под именем другого ученого Хунсдикера, который в 1942 году также занимался ее исследованием. В последнее время ее все чаще стали называть реакцией Бородина-Хунсдикера. Может быть, мы никогда бы и не узнали Бородина как композитора, если бы не его знакомство с Балакиревым в 1862 году. Именно Милий Алексеевич Балакирев, вдохновитель и наставник Содружества музыкантов, пошедшего в историю как могучая кучка, открыл в Бородине талант композитора. Он убеждал его, что именно в музыке его призвание и заставил композитора иначе взглянуть на свои произведения. Немалую роль сыграла в этом и встреча с Ференсом Листом, состоявшейся в Германии. Лист не только одобрил сочинения Бородина, но и начал исполнять их перед публикой, открыв русского композитора «Миру». Так под натиском Балакирева и членов его кружка появились на свет лучшие произведения Бородина. Первая и вторая богатырская симфонии, его романсы, две части третьей симфонии и очень долго писавшаяся, но так и не законченная опера «Князь Игорь». Бородин давно мечтал написать оперу на сюжет из русской истории, но никак не мог найти подходящий ему эпизод. Он хотел чего-нибудь подлинно героического, масштабного и в то же время лирического. Помог Стасов, который предложил взять за основу памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Здесь было все. Героическая личность Игоря, любящая русская женщина Ярославна, дикий необузданный хан Кончак и поэтический образ певца Баяна. Бородин дополнительно изучал летописи, искал записи древних русских и половецких мелодий и все это одновременно с преподаванием, научными исследованиями, заботами о семье. Бородин умер внезапно от разрыва сердца, не дожив до 55 лет. Он не успел закончить оперу «Князь Игорь». Позже друзья композитора, римские Корсаков, Стасов, Глазунов, по листкам, обрывкам, по памяти восстановили все, что можно было восстановить. Премьера оперы состоялась 23 октября 1890 года в Петербургском Мариинском театре. Партитуры, созданные в XIX веке самим Александром Бородиным, до сих пор находится в идеальном состоянии. И дело не в особых условиях хранения, а в уникальном покрытии из яичного желтка, которое стало очередным в списке изобретений Бородина. Бородин был женат, но они с его супругой Екатериной Протопоповой не жили вместе. Им мешали бытовые условия. Квартира, предоставленная медицинской академией, она была совершенно неудобна для жизни, а молодая супруга, не приспособленной вести хозяйство. В последующем они проводили вместе только зиму в Петербурге и летние каникулы. Сам Бородин писал жене, что они словно женатые холостяки. У них не было своих детей. Позже они взяли на воспитание четырех девочек из приюта. Когда Бородин учился в медицинской академии, все предметы он изучал легко, был круглым отличником, но одна дисциплина, закон Божий у него не пошла. В итоге именно из-за того, что Бородин слишком вольно пересказывал Библию, его выпустили с одним лишь похвальным листом вместо полноценного документа об образовании. Более того, Александр Порфирьевич был первым, кто познакомил русскую общественность с дарвинизмом, а произошло это благодаря его редакторской работе в журнале «Знания», где и была опубликована эта работа. После этого Бородин был вынужден оставить издание, поскольку своей публикацией вредных материалистических учений он навлек на себя гнев министра внутренних дел. Ставьте лайки. Всем пока!